В прошлом веке, в начале века, не помню точные даты, недавно читал где-то о том, что история такая. Англичане на море воевали с турками, и бои были настолько тяжелыми, вязкими, и приносили столько потерь, что обе стороны были очень сильно изварены. И, наконец, английский адмирал, доведенный уже до крайней степени истощения ресурсов, физических и моральных сил, принял решение отойти. Зализывая раны, корабли, эскадры английской двинулись во свои акси. Они не были побеждены, но они и не победили. Это было, конечно, для англичан тяжелым решением. Но фишка вся в том, что в тот самый день, когда английский адмирал принял решение отступить, за несколько часов до этого, турецкий адмирал был готов поднять белый флаг. Он уже принял такое решение, потому что у него кончились боеприпасы, и дух турецких моряков был на очень низком уровне. Он понимал, что победа невозможна, и что они погибнут все, если будут продолжать. И поэтому турецкий адмирал готов был склонить голову и признать свое поражение. Но за несколько часов до этого, англичане взяли и ушли. За пять минут до победы. Если бы английский адмирал, который полностью несет ответственность за все это, знал, то он бы, наверное, еще побился. Мы все время используем подобного рода примеры в сетевом бизнесе, чтобы поддержать себя и других. А лидеры, адмиралы нашего бизнеса, они несут полнейшую ответственность за моральный дух своих дистрибьюторов, бойцов. Потому что это тоже состязание. Потому что во множестве бизнесов, будь то это производство, когда продвигается какой-то проект, и он никак не идет. Или это продукт, который супер продукт, но просто потрясающий, первоклассный, но почему-то не продается. Производителям нравится, а люди не покупают. Бывает такое. Вы знаете эту историю? Один мужчина едет по дороге на машине. И вдруг смотрит справа от себя по обочине и бежит цыпленок. Он на спидометр смотрит 70 км в час. Смотрит, цыпленок бежит. И не отстает. Нахально поглядывает так и бежит. Он добавляет 80. Цыпленок бежит. 90 давит на газ. Цыпленок бежит. 100 цыпленок не отстает. Дышит и скачет рядом. Маленький такой желтый нахальный цыпленок. Водитель просто в шоке. И раз вправо проселочная дорога, цыпленок туда свернул и побежал. По тормозам водитель назад, потому что потрясен таким зрелищем, цыпленок, поворачивает на обочину, едет, смотрит, написано. Ферма. Птицеферма. Выходит мужик. И он говорит, послушайте, я сейчас вот ехал и видел цыпленка. Он шмыгнул к вам туда на птицеферму, по-моему. Я ехал в 70, он рядом бежал. Я ехал в 90, он рядом бежал. 100, он рядом бежал. Это что за монстр такой? С такой скоростью цыпленок бежит. Он говорит, а это наш. Мы вырастили таких. Он говорит, а что это за цыпленок? Трехногие. Как трехногие? Ну, мы вырастили таких цыплят, потому что я, моя жена, мой сын, у нас ферма, и все мы любим цыпляти-ножки. И поэтому, чтобы с одной курицы было три сразу ноги, мы вырастили себе трехногие, и они вот такие вот быстрые оказались. Он говорит, ну а как на вкус, если вы любите ножки цыплячьи? Он говорит, мы еще пока не пробовали, мы же поймать ни одного не можем. Классные цыплята. Трехногие, то, что надо, только поймать не могут. Я к чему рассказал? Бывают случаи, когда продукт не продается. Вот все хорошо, а не продается. Удивительно. Я всегда рассказываю про Макдональдс. Ведь дерьмо. На самом деле, качество, с точки зрения питания, пользы, вкуса, ну не высший пилотаж. А посмотрите, что творится с Макдональдсом. Какой-то потрясающий бизнес. Если вы не верите, идите на Нью-Йоркскую фондовую биржу и посмотрите, сколько стоят акции в Макдональдсе, насколько они стабильны. И как они растут в цене. Почему-то растут. То есть, я к чему клоню? К чему я клоню? Если мы взялись за бизнес, то нужно стоять до победы, до последнего патрона. Нужно верить в то, что это работает. Нужно настолько упорно и неистово трудиться, потому что наш бизнес, он не требует вложений. Он не требует финансового риска, поэтому компенсируется это усиленным трудом. Человек, который вкладывает миллионы, он может их потерять. Ему не надо с утра до ночи бегать, листовки раздавать или там сидеть за компьютером. Он работает деньгами. Хотя тут тоже соответственно. Но мы должны интенсивно работать. Ну, как и у любой проект, кстати. Но у нас риска нет. Поэтому мы компенсируем отсутствие риска, больших вложений, инвестиций сумасшедших своими усилиями. Это надо хорошо понимать. Но если нам это удастся, если мы продавим это, большинство людей не получает результата, потому что усилия малые. Большая часть. Мы не прикладываем усилия. Но бывает такое, что надо вовремя остановиться. Надо вовремя остановиться. Может быть, этот трехногий цыпленок не продается и все. Может быть, это не тот проект. Может быть. Короче говоря, вы как охотник. Если вы вцепились в дичь и идете за ней по следу, и стреляете, и стреляете, то вы стреляете, и стреляете до последнего патрона. Пока патроны не кончатся. Кончились патроны, ну тогда что делать? Прикладом не убьешь, дети. Я хочу сказать, что я работал в первой своей компании 10 лет. 10 лет. Я сам себя доводил, вводил в такое состояние, сработал 10 лет. Это же существенный срок. И вот когда... Если определить нематериальные факторы, которые определяют... Определяют, добивешься успеха или нет. Что тебя двигает в этом бизнесе. То, если не деньги, то вот страсть. Понимаете? Вот просто... Что-то такое внутри огонь, который заставляет тебя каждый день двигаться. Двигаться, двигаться, двигаться. Кому-то доказать, кому-то отомстить, кому-то продемонстрировать, что-то себе доказать. Заработать денег, прийти к целям, получить то, что ты хочешь. Ну, короче, у каждого свои побуждающие факторы, но... Побудительные факторы. Но... Страсть — это основа. И если страсть затухает, а ты уже себя не можешь реанимировать, а результатов нет, тогда надо отступить. То есть надо мудрость проявлять, я к этому плану. Нельзя сдохнуть от голода, так и не добившись ничего. Я видел много таких. И тогда они вообще с индустрией, с нашей, кончали и шли, сдавали в рабство. Этого нельзя допустить. Надо по-умному действовать. Мудро. Мудро. Нужно стоять на своем до последнего. Нужно быть абсолютно уверенным, что ты сделал все, что мог. Но такова жизнь. Бывают поражения. Без этого нельзя. И это великий опыт.